Привет, друзья! В этом видео мы разберем основные вопросы, связанные с расчетным счетом ИП. Перечень вопросов, рассматриваемых в ролике, написан в описании к этому ролику. Поэтому, если вы не хотите смотреть весь ролик, то нажмите на время и вам откроется сразу нужная часть ролика. Итак, что такое расчетный счет? Это обычный банковский счет, как у физлица, но только для бизнеса. По расчетному счету проходят все операции предпринимателя. Он получает на него выручку, оплачивает с него материалы, аренду, услуги, курьеры. То есть, все, что нужно для работы бизнеса. Первый вопрос. Обязательен ли расчетный счет для ИП? Законодательство не запрещает индивидуальным предпринимателям работать без расчетного счета. Правда, такому бизнесу придется соблюдать ряд ограничений. Если предприниматель работает с юрлицами и другими индивидуальными предпринимателями, то может совершать наличными платежи только до 100 тысяч рублей по одному договору. Приведу пример, чтобы было понятно. Например, предприниматель арендовал офис за 10 тысяч рублей в месяц. Срок аренды 12 месяцев, значит общая сумма по договору 120 тысяч рублей. Из них наличными можно заплатить не более 100 тысяч рублей. Остальные платежи должны идти через расчетный счет. Второй вопрос. Можно ли ИП использовать личную банковскую карту для бизнеса? Ответ. Нет, нельзя. Центробанк запрещает использовать счета физических лиц для расчета в бизнесе. Поэтому предприниматель без расчетного счета не может принимать оплату с карты на карту. Третий вопрос. Берет ли банк плату за обслуживание расчетного счета? Да, банк берет ЦП деньги за первое, введение счета, то есть ежемесячно вы платите за то, что вам поступают деньги на ваш расчетный счет. И второе, вы платите процент от суммы, которую вы снимаете со счета или переводите на карту. Если у вас нет расчетного счета, то в описании к этому видео мы разместили ссылки на страницы банков, у которых можно открыть расчетный счет бесплатно и не платить ежемесячные платежи за его обслуживание. Четвертый вопрос. Какие бывают виды расчетных счетов? Расчетные счета бывают рублевые и валютные. Если ИП осуществляет, соответственно, международные платежи, то он открывает валютный счет. А если внутри России, то, соответственно, только рублевый счет. Пятый вопрос. Может ли банк отказать в открытии расчетного счета? Да, банк имеет право отказать в открытии счета. Причин всего две. Первое, это просто вы неправильно заполнили документы или не хватает части каких-то документов или копий ваших документов. А вторая причина, это плохая репутация индивидуального предпринимателя. Предприниматель, сам того не зная, может находиться в черном списке у банка. У него, например, может быть сомнительная кредитная история. Или другой его счет заплакирован за неуплату налогов в другом банке. Банки относят индивидуальных предпринимателей к клиентам с высокой степенью рисков. Потому что через индивидуальных предпринимателей часто незаконно обналичивают деньги. Шестой вопрос. Нужно ли подавать уведомления об открытии счета в налоговую и фонду? Нет, не нужно. Банк сам извещает налоговую об открытии расчетного счета. На это сотрудникам банка отводится 5 рабочих дней. Также они самостоятельно известят пенсионный фонд и ФСС о том, что вы открыли расчетный счет. Седьмой вопрос. Как пополнять расчетный счет наличными? ИП могут пополнять счет из личных денег через банковское отделение, через банкомат, на бизнес-карту, привязанную к счету. То есть, вариантов пополнения массы все незаконны. В отличие от пополнения счета наличными для общества, ограниченной ответственностью. Например, там есть большое количество проблем. Восьмой вопрос. На что можно тратить деньги с расчетного счета ИП? ИП может тратить деньги на что угодно. На оборудование, на закупку материалов, на продукты, на оплату обеда, на одежду. То есть, на все, что он считает нужным. Это его личные деньги. Девятый вопрос. Как снимать наличные с расчетного счета? Есть несколько способов. Первый. В отделении банка. Правда, банки устанавливают комиссии и лимиты на снятие денег с расчетного счета индивидуального предпринимателя. Второе. Это переводить деньги со счета на личную карту. Тут тоже свои лимиты. И банк за такие операции может брать свой процент, который указан в тарифах. Третье. Это пользоваться бизнес-картой, привязанной к счету. Оплачивать закупки, рассчитываться в магазинах и кафе, в путешествиях. С бизнес-карты вы можете снимать деньги, но с этим надо быть, конечно, поаккуратнее, чтобы банк не заподозрил вас в обналичке. Ведь если вы с карты начнете снимать большие суммы и по карте не будет проходить иного рода затрат, то банк подумает, что вы обналичиваете эти деньги для кого-то. Для вашего удобства в описании к видео мы разместили ссылки на страницы банков, на которых описаны их тарифы. Посмотрите их, вы можете подобрать самостоятельно для себя удобный тариф и вам не надо лазить по всему интернету и искать эту информацию. Десятый вопрос. Если у банка отзывают лицензию, что будет с расчетным счетом? Если банк входит в систему страхования вкладов, то деньги ИП застрахованы так же, как деньги обычного физлица до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Страховку выплачивает агентство по страхованию вкладов. А если у предпринимателя в одном банке и личный счет, и расчетный счет ИП, то общий лимит будет тот же 1 миллион 400 тысяч. Одиннадцатый вопрос. Нужен ли расчетный счет ИП на патенте? ИП на патенте может не открывать расчетный счет, как и любой другой индивидуальный предприниматель. Если счет нужен, чтобы платить поставщикам, принимать деньги от заказчиков, перечитать зарплаты, то, конечно, счет понадобится. Двенадцатый вопрос. Сколько расчетных счетов может открыть индивидуальный предприниматель? Законодательство никак не ограничивает число расчетных счетов ИП. Их можно иметь сколько угодно, сколько удобно самому предпринимателю, столько он имеет право их открыть. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, а также вступайте в нашу группу в Telegram и WhatsApp.